Ничего не может быть лучше, чем гигантский самолет с гигантскими титьками. Всем капец, с вами Глюконец, и сегодня мы опять возвращаемся в Кербоспейс Программ. И знаете что, ребят? Вы просто космос! Вы накидали мне в группу ВКонтакте сток всяких строений, сток всяких кораблей, авианосцев, всякой другой хреноты. Ну, большинство из них, конечно, серьезные транспортные средства, поэтому, как бы, их нужно будет немножко модернизировать для моих роликов. Так что, если вдруг они разорвутся на клочке, не обижаться. Вот, например, самолетик. Казалось бы, обычный себе самолетик, такой истребитель, дерзкий, хороший, да, просто. Но нет. Зачем второму пилоту смотреть на жопу собственного самолета? Вопрос. Я не знаю, может быть, в авиастроении так принято смотреть на задницу своего самолета, когда летишь вперед, спиной. Но, как-то, мне это немножко кажется странным. И вы знаете, мы сегодня его вооружим. Мы его сегодня очень хорошо вооружим. Еще никто никогда так не вооружал свои самолеты. Мой гад был, твою мать! Что может быть прекраснее на этом белом свете? Я просто в шоке! Ничего не может быть лучше, чем гигантский самолет с гигантскими титьками. Я не знаю сейчас, как мы будем что-то делать на нем. Давайте врубим двигатель. Вдруг мы все-таки взлетим или там пошарпаем хотя бы сиськами по асфальту. Ну, знаете, там, чтобы длиннее не стали. Мужикам же нравится, когда сиськи становятся больше. Так, ну-кась! Меня автор, наверное, проклинает сейчас за то, что я сотворил сиськи его самолету. Ну, ты лететь будешь? Че ты там искришь-то, слушай, ну? Вот че сразу искрить-то, ну? Нет, взлетать, друзья, мы... Все-таки, ребят, я должен вас опечалить. Даже поднятые вверх титиандры не хотят летать. Они просто замерли в воздухе и левитируют над землей. Ну, хотя я думаю, что они радуют всех проходящих мимо своими размерами. Но, тем не менее, они никуда не двигаются. Или двигаются. Ну-ка, ускорим процесс! Давай! 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 Лети! 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 Титяндры приземляются! Приземлились! Что я творю со своей жизнью? Что я делаю? А мне это нравится! Эй, эй, ну все, хорош, хорош глючить. Все, мы... Я думаю, мы сейчас сделаем вот что. Можно отсоединить титиандры от нашего самолета. И... И да. И уничтожить все вокруг. Блин! Ну, по крайней мере, детальки красиво разлетаются. Ня-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Одна бомба, и как бы мы должны ехать без проблем вперёд, но почему-то мы встали на козла. Будем надеяться, что это ни капельки не помешает нашему самолёту подняться в воздух. Твою мать, ты что делаешь-то? Ты, ты должен ввести эту бомбу, а не лететь верхом на ней, придурок. Прекрати вот это сейчас же. Ты ведёшь себя неподобающим образом, ни один культурный самолёт так себя не ведёт. Это самолёт-извращенец. Или я извращенец, что делаю такие машины. Я пока ещё не решил до конца. Давай, лети! Лети! Давай хоть колёса сложим, что ли, там я не знаю-то, но... Что-то не так с этим самолётом. И причём я еле взлетел в условиях отсутствия гравитации. Когда гравитации вообще нет никакой. Ну, вы знаете, наша скорость, она просто поражает воображение, так что... Вот! Вот другое дело! Вот эта скорость величится на целых 5 метров в секунду! Ни один, ни один ультразвуковой самолёт с такой скоростью не летает. С такой скоростью летает только глюк. В условиях отсутствия гравитации. И только когда выпьет много-много чашек кофе. Я уже не знаю, сейчас я хочу отцепиться от этой бомбы. И мне интересно, это бомба отцепится от меня или я от бомб? Что... Что вот произойдёт, а? Вот... Давайте мы вот так вот сделаем сейчас. Вот! Я полетел! Сейчас гравитацию, гравитацию включите. Верните гравитацию. А теперь посмотрим за этой бомбой. Сможем? Может быть мы её сможем словить? Нет, мы не сможем её словить! Чё? Чего? Это такой взрыв был, что мне всё и весь экран перехреначило в жопу! Это... Это нормально? Твою мать! Ребят, глюк повелитель гравитации уменьшил! Гравитацию на Кербине до нуля! И вы знаете, по идее, в соответствии с этим, вода сейчас должна начать испаряться просто так. Ну там, типа, летает такая. У-у-у, прикольно, может полетать. А... А наш самолёт, тем не менее, может теперь спокойно взлетать. Безо всяких проблем может взлетать. И его ничего не будет волновать. И мы сейчас попробуем... Взлётная полоса слишком... Слишком как-то вот... Не подходит по габаритам. Идите... КОНЕ СИЛЫ, Я Ж НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ! Чё? Пы... Как? Чё? Чё? Ну, блин! Глюк недоволен. Глюк включил различные другие читы. И теперь взрывов быть не должно. Теперь глюк у нас будет летать. Счастливой походкой! Твою мать! Я вышел в космос! И скрылся из глаз! В пелене космоса! Чего? Мой самолётик, где ты? Кербонавт! Кербонавт! Вот кербонавт! Скорость 234 километра в секунду! Так. Эм... Что происходит с моим великолепным транспортом? Он должен был просто летать. О! Я вижу его, я вижу его, я вижу его! Он несётся с такой гигантской скоростью, Вася! Отключить торпеду! Пускай торпеда летит своим путём, а я своим! Хе-хе-хе! И нихрена они не разлетаются. Не бросай меня торпеду! Я никогда не брошу тебя, глюк! Ну и дура! Да. Не знаю, как получается у нас взрывать наш... Эм... Самолёт... Ведь у нас всё стоит вот на щитах. У нас неуязвимость! Неуязвимость, которую нельзя разрушить! И я вот сейчас только запустил двигатель, ничего не трогаю. Не дай бог! Что-то трясанёт самолёт, он в жопу взорвётся весь! Всё, выключаем двигатели! Надеюсь, что теперь мы хотя бы разрушим взлётно-посадочную полость. Если мы сейчас вот развернёмся, развернёмся мы раз... Развернёмся, говорю! Разворачивайся, дура! А может быть не развернёмся? Неизвестно. Никто не знает. Ну, давай, вот так вот. Откидываем бомбу! Прощай, бомба! И теперь... Заводим наши двигатели! Вай, чё я нажал? Я не знаю, чё я нажал, но я чё-то сломал. Нет, ничего не сломал. Или сломал. За что так всё жестоко-то, но? Почему, когда я беру за любое транспортное средство, всё заканчивается вот так? Вселенная разрушена. Земли больше нет. Моей ракетки тоже больше нет. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться. Я буду пребывать в трауре ещё... Ещё целый день. Да. До завтрашнего ролика в Керамбл Спейс Программ. А потом, если я опять что-то уничтожу, я опять буду пребывать в трауре. Поэтому, чтобы пожалеть бедного глюка, поставьте лайк и поделитесь этим роликом со своими друзьями. Так вы принесёте хоть чуточку радости в мою жизнь. Всё, я не могу больше на это смотреть. Ты подписаться должен на глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Пара-пара-пара-пара-пара-пам. Пам-пара-пам. Пам. Пам-пара-пам.